Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жарнакова представляет Человек-фантастика. К 140-летию со дня рождения Александра Беляева. 16 марта родился Александр Романович Беляев, русский писатель-фантаст, первый из советских писателей, целиком посвятивший себя этому жанру. Среди наиболее известных его романов – «Голова профессора Дойля», «Человек-амфибия», «Ариэль», «Звезда Кэтс» и многие другие. За значительный вклад в русскую фантастику и правительские идеи Беляева называют русским Жюлем Верном. С начала 20 века общество стало выходить на новый уровень развития, наука и искусство стали общедоступны, и такие писатели-фантасты, как Александр Беляев, стали первыми, кто соединил в своем творчестве оба направления. С одной стороны, это художественное произведение, но с другой стороны, это не вымысел, а предсказание будущего. Писатели-фантасты удивительным образом предугадали развитие событий, назвав в своих фантастических произведениях те события, которые произошли в будущем. Александр Беляев родился 16 марта 1884 года в Смоленске в семье священника. С раннего детства Беляев жил в мире, созданном его воображением. Мальчик жаждал приключений, тайн и подвигов. Отец отдал его учиться в духовную семинарию, однако сын пошел собственным путем. После окончания семинарии он поступил в юридический лицей в Ярославле и одновременно учился в Московской консерватории по классу скрипки и занимался журналистикой. По возвращении в Смоленск работал присяжным поверенным, был музыкальным критиком и театральным рецензентом в газете «Смоленский вестник». В 1913 году Беляев отправился в поездку по Европе. Это путешествие дало массу впечатлений, которые позже отразились в книгах. Он летал на гидроплане, забирался в горы, спускался в кратеры потухших вулканов, исследовал жизнь городской бедноты. Два года спустя случилось несчастье. Тяжелая болезнь, костный туберкулез позвоночника, на долгое время приковала Беляева к постели. Лишенный возможности передвигаться, он погрузился в чтение, изучал книги по медицине, биологии, истории, технике, следил за новейшими достижениями науки. Встав на ноги, еще долгое время вынужден был носить специальный корсет, преодолевая сильную боль. С 1923 года Беляев жил в Москве. Его литературная деятельность началась в 1925 году, когда журнал «Всемирный следопыт» опубликовал рассказ «Голова профессора Доуэля». В его прозе захватывающие фантастические сюжеты сочетаются с точными знаниями и проницательными гипотезами. Главной героиней большинства произведений стала наука сенсационными открытиями, которые могут служить по благо человечества или использоваться ему во вред ради корыстных целей. Мотивы добра, справедливости, гуманизма и ответственности ученого пронизывают романы и повести Беляева. Рисуя картины будущего, Беляев делал прогнозы, казавшиеся в те годы несбыточными, описывал пересадку человеческих органов, использование энергии ветра, добывание воды в пустыне, искусственные дожди, планиризм, цельнометаллические дирижабли, рассуждал о внутриатомной энергии. В 30-х годах, когда к мысли о покорении космического пространства многие относились скептически, Беляев на страницах своих романов уже летал на Луну, совершал межпланетные путешествия, запускал в космос ракеты и научные станции. Константин Циолковский, с которым Беляев начал переписываться, горячо поддерживал писателя и с увлечением читал его космические произведения. Беляев использовал разные жанры, от волшебной сказки до романа-памфлета. Он признан одним из основоположников современной российской научной фантастики. Рассмотрим более подробно некоторые предвидения Александра Беляева в его произведениях. В 1934 году в Москве состоялась историческая встреча Александра Беляева и Герберта Уэллса, двух фантастов, чьи произведения чаще прочих служат иллюстрации тезиса «Фантастика предсказывает будущее». Разница между ними в том, что Уэллс полагал, будь то пишет о социальных проблемах, а фантастика только для антуража. А Беляев добавлял в свои книги слободневные вопросы советской современности, в первую очередь классовой борьбы, мировой революции и грядущие победы коммунизма. Похоже, делал это лишь за тем, чтобы ему не мешали писать фантастику. Создавать невероятные миры и увлекательные истории силой воображения – вот что он любил больше всего на свете. Иногда воображение действительно помогало ему прогнозировать будущее. Дебютное произведение Александра Беляева, голова профессора Доуэля, сначала вышедшее в виде рассказа, а потом определенное в роман, было написано в первую очередь по личному опыту автора. Нет, сам он экспериментов по оживлению головы не проводил. Большая часть его сознательной жизни, не посвященная писательству, была отдана юриспруденции. Но Александру Романовичу случилось три года провести на больничной койке в гипсе. Своего тела в этот период он почти не ощущал. Тогда-то у него и появилась идея написать о том, как бы чувствовала себя голова без тела. Позже будущему писателю попалась статья об опытах по оживлению собачьей головы, правда неудачных. Так идея о существовании головы без тела оформилась в сюжет. И в самых щемящих фрагментах романа, монологах профессора Доуэля, в которых он тоскует по оставленному телу, явно чувствуется пережитая автором. Врачебным экспериментам посвящено не одно произведение Беляева. Медицина его явно завораживала, и объяснение тому можно найти в его биографии. Беляев обладал слабым здоровьем и часто имел дело с врачами, так что с тонкостями их работы был знаком не понаслышке. Одним из первых его романов-предсказаний стал знаменитый человек-амфибия 1928 года, где писатель предвидел изобретение искусственного легкого и акваланга с открытой системой дыхания на сжатом воздухе, изобретенное в 1943 году Жаком Ифом Кусто. Однако сегодня некоторые исследователи творчества русского фантаста считают, что он заглядывал значительно дальше, то есть в то время, когда человек в самом деле сумеет жить в море без всякого акваланга, как рыба, например, с искусственными жабрами. И это будущее не так далеко, как нам кажется. В романе гениальный врач вносит необратимые изменения в организм человека. Профессор Сальватор исцеляет смертельно больного ребенка, пересадив ему жабры молодой акулы. Он делает это, что называется, с дальним прицелом. Трансплантация органов не просто спасает жизнь человека, но помогает его усовершенствовать, чтобы он мог осваивать иные пространства для жизни. Ихтиандр – очередная ступень человеческой эволюции. Гомосапиенс – приспособленный для жизни под водой. Тем не менее, принцип человека-амфибии лег в основу так называемых оксигенаторов мембранного типа. Эти приборы со сложным названием, которые в обиходе обычно именуют искусственными легкими, применяются при хирургических операциях. Оксигенаторы насыщают кислородом непосредственно кровь человека, минуя дыхательную систему. Идея романа «Продавец воздуха» 1929 года рождается вроде бы случайно. Во время поездки в Крым по случаю своей болезни Беляев встречает в поезде семью, которая пострадала в результате техногенной аварии на одном из предприятий Кузбасса и теперь ехала на юг для поправки здоровья. Но писатель-провидец за этим вроде бы случайным эпизодом тут же усматривает надвигающуюся экологическую катастрофу, когда окружающая среда станет до безобразия загрязнена промышленными выбросами и чистый воздух превратится в товар, доступный только богатым людям. Изменения климата, описанные в романе, в реальности стали результатом бесконтрольного выброса в атмосферу парниковых газов. Книга «Звезда Кэтс» написана Беляевым в 1936 году и тому причиной стала дружба двух неисправимых фантазеров, писателя-фантаста Беляева и ученого Константина Эдуардовича Циолковского. Кэтс – это инициалы советского исследователя космоса, а сам роман о запуске орбитальной станции, выходе астронавтов в открытый космос и полете на Луну. Станция «Звезда Кэтс» функционирует на солнечной энергии, в пищу ее обитатели употребляют растения, выращенные в собственной оранжереи, а астероиды становятся источником полезных ископаемых. Ученые на Кэтс занимаются теми же исследованиями, что и современные космонавты – астрономическими, биологическими и медицинскими. Одна из проблем, которую пытаются решить герои – изменение в организме человека и животных под влиянием постоянной невесомости. Помимо этого, в романе описан выход в открытый космос, а подъем к станции с поверхности Земли на ракете сопряжен с перегрузками. Совершенно не верится, что книга была написана еще до Второй мировой войны, когда космической техники не было и в проекте. В 1926 году выходит книга Александра Беляева «Властелин мира», в которой он практически предсказывает появление беспилотников и психотропного оружия. Первые удачные испытания беспилотных самолетов прошли в Великобритании только 10 лет спустя после выхода Беляевского пророчества, а о психотропном оружии, как и о реально существующем, отдельные слухи поползли лишь в конце прошлого века. О коренью космоса был посвящен и другой роман Александра Беляева «Прыжок в ничто». Фантазии на тему межпланетного полета соседствуют здесь с сатирой на капиталистические реалии. 20 избранных капиталистов вместе со своими слугами низшим классом, спасаясь от мировой революции, улетают в космос далеко за пределы Солнечной системы. Все планы по покорению дальних планет ломают авария в Оранжерее, где выращивали еду. Приходится возвращаться к Солнцу, но не на Землю, где успела победить мировая революция, а на Венеру. И тут происходит неожиданный сюжетный поворот. Экипаж корабля оказывается законспирированными коммунистами. Забрав с собой пролетариев и перевоспитавшихся капиталистов, корабль радостно возвращается на родную планету, оставив самых упертых империалистов на Венере, мало приспособленные к жизни. Роман, как это часто бывает с книгами Беляева, интересен не столько сюжетом, сколько описаниями космического быта и подготовки к полету. Как и космонавты будущих лет, герои прыжка в ничто проходят тренировские в специальные лаборатории, где их испытывают перегрузками и невесомостью. Космические приключения в творчестве Беляева – закономерное продолжение одного из его любимых мысленных экспериментов с невесомостью. Специалисты по компьютерным технологиям уже предсказывают в будущем информационный коллапс. Данных много, а пропускная способность оптоволоконных кабелей ограничена. Возможность регулировать скорость прохождения информации может спасти положение. В малоизвестном рассказе Александра Беляева «Светопредставление» описывается необъяснимая ситуация. Скорость света внезапно замедлилась до такой степени, что человек мог видеть самого себя в кресле, из которого недавно встал. Писателя главным образом занимал вопрос, каким образом люди будут адаптироваться к этой ситуации. А у ученых – сама идея. Каким образом можно заморозить свет? В 1999 году это удалось сделать группе физиков из Гарвардского университета. Газ из антомов натрия сначала сильно охладили, а потом облучили лазером, в результате чего скорость света замедлилась до 17 метров в секунду. Результаты экспериментов, все еще продолжающихся, будут иметь огромное значение для развития оптоволоконной связи. В частности, они решат проблему, информационной перегрузки кабелей, позволяя регулировать движение световых сигналов внутри них. Почти как это делают с дорожным движением регулировщики. Предвидел Беляев и возможность менять свою внешность. При этом, в отличие от предвидения современных пластических операций, фантаст идет куда глубже и дальше, скорее затрагивая генную инженерию, чем изменение внешности под воздействием скальпеля. Но прозорливость данного произведения даже не в этом, а в тех проблемах, с которыми непременно столкнется человек, попытавшийся искусственно, а не духовно, изменить то, что ему дано. Роман посвящен успехам наук, которые во времена Беляева еще толком не оформились, генетики и эндокринологии. Согласно сюжету, губернатор штата превращается в чернокожего и в результате испытывает на себя все особенности расовой дискриминации. Главному герою романа, уродливому комику Тони Преста, благодаря некой загадочной терапии, удается вернуть себе этот облик, который был у него, не страдая он от наследственной болезни. Даже сейчас подобные чудеса с геномом человека можно проделывать лишь на теоретическом уровне. Но в недалеком будущем внесение правок в ДНК человека может стать такой же рядовой процедурой, как сейчас пересадка почки или даже удаление аппендицита. Лечение, которое описывает Беляев, больше всего похоже на заместительную гормональную терапию, начавшую бурно развиваться лишь во второй половине XX века. Первые гормональные препараты появились в арсенале врачей в 1950-х годах. Ну а коллизия романа заставляет вспомнить достижения пластической хирургии и сотни сюжетов о перемене облика, вспомнить хотя бы фильм без лица. После триумфа романа голова профессора Дойля на одной из встреч журналисты засыпали писателя вопросами. Кто обитает на дне океана? Есть ли жизнь на других планетах? Существуют ли на самом деле летучие голландцы? Не найдя для себя ответа на этот вопрос, Беляев углубляется в его изучение, начинает прикидывать. Допустим, где-то, например, в районе Бермудских островов существует некая особая зона, находящая по соседству в Саргасово море. С его множеством водорослей всегда затрудняло местное мореплавание. В его водах вполне могли скапливаться суда, оставленные здесь после кораблекрушений. Так зарождается сюжет романа «Остров погибших кораблей». В своем новом произведении Беляев стал первым, кто указал на загадочность знаменитого ныне Бермудского треугольника, об одномальности которого впервые публично заявил по социальной пресс, назвав этот район «Морем дьявола». 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Незадолго до войны писатель перенес очередную операцию, поэтому на предложение эвакуироваться он ответил отказом. Александр Романович в это время был полулежачим больным, вставал только, чтобы умыться или поесть. С началом войны Беляев пытается безуспешно опубликовать фантастический рассказ «Черная смерть» о неудавшейся подготовке фашистскими учеными бактериологической войны. Он посылает рукопись в газету «Красная звезда» и журнал «Ленинград», но ему отвечают отказом. Город Пушкин, где жил в последние годы Александр Беляев с семьей, был оккупирован фашистами в сентябре 1941 года. Александр Беляев твердо знал, что он эту мировую грозу просто не переживет, о чем открыто говорил родным и близким. В это время он пишет одно из самых пронзительных своих произведений, воплотив в нем детскую мечту, умение летать. Исследователи творчества русского фантаста едины во мнении, что книга «Ариэль» получилась биографической и пророческой. В ней писатель предсказывает свою кончину и в то же время показывает, как улетает из этого мира подобно Ариэлю. Умер Александр Беляев в январе 1942 года. Умер практически от голода и был погребен в общей могиле вместе с тысячами таких же несчастных ленинградцев. Когда в Ленинград после окончания войны вернулась жена писателя, она нашла в квартире очки мужа с прикрепленной к ним с запиской. «Не ищи моих следов на земле, я жду тебя на небесах, твой вечный Ариэль». Смерть его так же загадочна, как и его произведение. Впоследствии на Казанском кладбище в Пушкине была установлена памятная Стелла, но могилы Беляева под ней нет. Александр Беляев переносит нас в будущее. Спустя годы оно делается явью на наших глазах. Но значит ли это, что его книги устарели, что их неинтересно читать сейчас? Безусловно, нет. Это богатый пласт, который прежде всего оказывает воздействие на формирование мировоззрения молодых людей. Возможно, опираясь на книги таких писателей-фантастов, которые старались предсказать будущее, появятся новые фантасты, которые помогут людям пойти дальше по пути построения социально справедливого общества и бескризисного развития. Александра Беляева называли отечественным Жюлем верным. Но, несмотря на это, он был и остается писателем самобытным, оригинальным, по большому счету ни на кого не похожим, за что на протяжении десятилетий по-прежнему любим многим поколениям читателей. Спасибо за просмотр! Видеопрезентацию подготовила Буярская Евгения, библиотекарь Октябрьской библиотеки номер 2 имени Николая Жернакова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok